Я, значит, набираю телефон УВД, 112. И в это время он мне говорит, подождите, пока не звоните. Ну что вы так сразу, давайте похороним. Ну что вы, ну ё-моё, ну не надо, ну что вы. А ты где, что случилось? Улови главную мысль. Там, где нужно расписаться, там не расписываешься. Есть случаи, когда народ просто крест ставит на всем протоколе, и все. В протоколе встречную оферту выставить, триллион рублей. Вексель, то есть тэнная бумага. Доступ к твоему родовому наследию. Ничьи права не нарушил, пострадавшей стороны нет. Чё, он протокол порвал? Да, да. В смысле договорились? А постановление губернатора? Куда пошёл, э? Ну чё вы хотите? Погулять со мной, ну пойдём. Сходим на улицу. Лицо на видео. Пускай маску снимет, покажет своё лицо. Для суда. Чтоб потом можно было в качестве свидетеля в суд вызвать. А вызывать обязательно будем, и видео снимать будем. И на всю страну, на весь мир будем показывать. На каком основании он с оружием вообще ходит? Так чё, ментов вызывать? Вызывай. Кто такой, пускай подтверждает. Пиши на него заявление, что носит оружие без удостоверения. Ну в общем бы и на улице он там это всё порвал, да, при тебе. Ну чё, убежал этот со справкой-то, то есть он в курсе темы живых. Ты чё принимаешь, какое решение, будешь его высвечивать или нет? Я бы вот такому полицейскому пожал бы руку. А вот другие, прям открыто мне говорили, да, будем убивать. Ну вот, вы всё хихихиха-ха, не слышите, что я вам говорю, что дальше только хуже будет. А зачем ты в магазин идёшь со севшим телефоном? Поздравляю с крещением тебя. Теперь ты не первоход, теперь ты второход. С двумя телефонами ходи. Ну хочешь ты с разряженным ходить, ходи с разряженным. Ну второй, чтоб был заряжен. Да третий заведи. А сейчас я это прочитал в канонах Божественного права. И вот здесь на последней странице прям чётко расписано, что такое проклятие, что такое благодарствую. А я говорю всегда благодарствую. И мне вот это благодарствую всегда возвращается. Алло, Антон, приветствую. Скажи, пожалуйста, вот у участкового полномочного полиции не только справочка со скрытой датой. Он приехал, откуда? С Башкири. Работает здесь пока на службе полиции. И хочется стать протоколом, чем уже составлять. Да. Просто там вот это всё подписать, написать? Или вызвать наряд полиции, чтобы удостоверили человека, у него нет удостоверения? Да не парься, пиши в протоколе это. Требуется защитник. Права не разъяснены. Там, где это, вот, почитай внимательно. Там, где это, надо поставить роспись, где разъяснены права. Там вообще ничего не ставь, в скобках слова подпись зачеркиваешь. А в этом объяснение, где там посередине пишешь, права не разъяснены, защитник не предоставлен. Требую предоставить защитника. Правонарушения не было. Вину не признаю. Там, где внизу нужно расписаться, роспись не ставишь, а прямо ниже под слову подпись пишешь цф, ц, точка, точка, ба и там этот. Ну вот это я знаю. Вот сами графики, где подпись, их не заполняй. Сами графики, ну вот там пишешь, требуется защитник, права не разъяснены. Подожди, подожди. Улови главную мысль. Там, где нужно расписаться, там не расписываешься. Рядом, сбоку, где угодно, но только не в этой графе. У тебя должна получиться только две росписи. Там, где ты в восьми строках свои разъяснения пишешь, только там. И в самом-самом низу, вообще на пустом месте где-нибудь. Угу, угу. Все, поняла тебя. Благодарю. А какой протокол? Ну протокол, так, как протокол 20.6.1? А, он вообще в курсе, что они не имеют права по такой статье штрафовать? Он совсем соглашается головой, вот так машет, но все равно продолжает это делать. Ага. Ну, смотри, сама есть случаи, когда народ просто крест ставит на всем протоколе и все. Ага. Угу. И снимай видео. Кто такой, фамилия, имя, отчество, звание, должность, лицо. Угу. Пускай маску снимет, если в маске. Удостоверение покажет. Нет у него удостоверения, у него справка. Ну, тогда он вообще неуполномочен. Так я тоже говорю, он неуполномочен. В разъяснении. А как он оружие носит, если он убитый? А у вас оружие есть? Да. У него есть оружие. А справка не является документом, дающим право носить оружие, только удостоверение? Так что, ментов вызывать? Вызывай, кто такой, пускай подтверждает. Пиши на него заявление, что носит оружие без удостоверения. Тем самым, превышает должность полномочий. Носит оружие без удостоверения и писать на него заявление, да? Да. Что справка носит оружие, да? Опасный субъект с оружием входит без разрешения на ношение оружия. У него нет удостоверения. А ты не можешь подъехать? А? Ты не можешь подъехать? Куда? Ну, сюда. Куда сюда? Ну, снять все на энергетиках. Ну, а что сама не включишь видео? Да, блин, уже снимали, уже все занято. О, е-мое. Я пока заеду, вы там все не порешаете. Нет, в смысле, если... Нет, так мы и пока будем вызывать сейчас, если милиция. Просто, если мы не будем вызывать, мы просто ему вот это вот сейчас напишем. А если мы будем по поводу того, чтобы разобраться в том, что почему человек ходит со справкой с оружием, это уже нужно в другой момент. Да что, точно такое. Тогда надо в СМИ. Да можно и без СМИ, какая разница? Я просто занят. Угу, понятно. Да у меня тоже, вон, просто ребенок оставила. А ты где? Что случилось-то? Да просто в магазине. Уже все купили, вышли, а он тут на входе говорит, что вы такие красивые из намордников. А сам в наморднике? Ну, сам-то, да, в тряпочке. Ну, так засними его видео на лицо, на видео. Пускай маску снимет, покажет свой лицо. А, надо, чтобы лицо показалось еще, да? А как я его, с чем я буду его сравнивать, если у него удостоверение? Да ни с чем, на видео. Потом мы, потом, как доказательство. Ага. Для суда. Чтобы потом можно было в качестве свидетеля в суд. Да, то есть, ну, как мы его будем вызывать, да? Да. Чтобы неизвестный человек. А вызывать обязательно будем, и видео снимать будем, и на всю страну, на весь мир будем показывать. Ладно, хорошо. Хорошо. Давай, давай, сама, что-то растерялось-то. Ну, вот, все, вылетело опять. Как обычно, как касается дела. Я говорю, первый раз за все время, это, приходится этим заниматься. Я же ни разу этим не занималась. А я предупреждал, что придется все такое. Протоколами и так далее. Никогда не сталкивалась с этим. Ну, вот, вы все хихихиха, не слышите, что я вам говорю, что дальше только хуже будет. Да, никто не хихихи, никто не хаха. Просто не сталкивалась с такой ситуацией. Не было таких моментов. Ну, ты знала, что не будут. Ну, вот, как-то видишь, меня обходилось со стороной. Ну, конечно. Можешь, вообще ему там в этом протоколе, слышишь? Что? Можешь, вообще ему в этом, в протоколе встречную оферту выставить? Оферту ему выставить? Ну, да. Что мне ему написать? Ну, если получится вот эти 8 строчек уместить. Вот после того, что я тебе сказал, еще и написать там, типа, подписывая данный протокол, ОМВД соглашается выплатить на имя персоны такой-то триллион рублей добровольно без этого. Типтует данную оферту. Ну, типа такого что-то. Подписывая данный протокол, ОМВД согласует оферту. Ну, это уже высший пилотаж. Увиде. Ты лучше это, сконцентрируйся на первом этапе. Да я, что-то мне сразу хочется. Всего и сразу. Так, ну, если хочется, пиши. В чем вопрос? Справку его сфотографируй. С чем он пришел? Да, фотографировали справку обязательно. Его сфотографируй. Нагрудный знак. У него нагрудный знак есть. Нагрудный знак есть, да. Головной убор на месте? Да, на месте. Ну, все. Пускай лицо покажется сфотографировать его. Лицо надо. Хорошо. Сейчас попрошу у него лицо. Я бы на твоем месте вызвал наряд полиции. Написал бы на него заявление. Пускай его проверили. На каком основании он с оружием вообще ходит? Угу. Ладно, давай. Давай. Давай, кота. Алло. Алло, Антон. Да. В общем, Ну, в общем, мы начали говорить, что вызываем. Он, подождите, подождите. Ага. Я говорю, что что случилось? Давайте вызовем, так кино будем снимать. Вы согласны участвовать? Чего? Ничего не слышь-то? Я говорю, вы согласны участвовать в кино-то? Я говорю, сейчас вызовем полицию и будем с вашей справкой разбираться, да, с удостоверением о том, что... У вас оружие есть? А вот истреление нет, справка какая-то неизвестная. Ну и все. В общем, он сразу переобулся. Бумажечки все свои закрыл, папочки. Пойдемте на улицу. Давайте это... Вы там удалите все это, забудете про меня. А я это тоже все это сейчас уничтожу. Говорю, ну давай, уничтожай. В общем, он все порвал. Что, протокол порвал? Да, да. А ты номер протокола записала? Нет. А, подожди, объяснительная там была, не протокол. Ага. Объяснительная, объяснительная. А номер протокола он составил? А протокол он... Нет, он его хотел составить, но еще не составил. Ага. Это... Ну, то есть я нигде там не писала. Ну, то единственное, объяснительное. Ну, и то я не расписалась. Ну, в общем, он все порвал. И говорит, все, все, это самое, давайте это... Разойдемся, я говорю, ну вот скажите мне по чесноку-то. Не, а что ты его отпустила? Надо было сказать, а как же маска? Ну, мы же договорились просто. В смысле договорились? А постановление губернатора? Куда пошел, э? Ну, мы просто договорились. В смысле просто договорились? А что, постановление губернатора? А этой... Мы с ним проговорили. Я ему говорю, что постановление губернатора... Я говорю, ну вы же понимаете, что постановление губернатора какое? Не, не, подожди, я наоборот говорю, куда пошел? Составлял протокол Есть же постановление Есть же какой-то там режим Куда пошел? Ну мы в общем не стали Меня вообще Тьму прихватило Я за лекарствами ходила И у меня ребенок здесь я его оставила Понимаешь? Не до долгих Ну ясно, это я уже прикалываюсь просто Ну В общем мы договорились Я тебе просто хочу рассказать Что мы с ним постояли, проговорили Он говорит, пока народ не станет действовать Мы По чесноку А, то есть Он сказал, пока народ не станет действовать Ты мне можешь перезвонить Когда ты будешь нормально разговаривать А то у тебя речь прерывается Хорошо, хорошо Давай Алло Телефон поразрядился совсем Ты дома? Нет, я на рабочем Ну все, убежал этот Со справкой Он Он убежал Как только я начала говорить ему Что давай будем сейчас кино снимать Начала звонить Я говорю, как там звонить В этот В полицию Вот А он Подождите, подождите Пока не звоните Это Я Ну ладно Думаю Что он там мне хочет Ты хоть это Аудио или видео Записала хоть что-нибудь? Да Ничего я не записала У меня телефон Вообще Там осталось 11% Я вообще ничего не могла сделать Я поэтому И просила А зачем ты в магазин идешь Со севшим телефоном? У меня Я тебе еще раз Никогда Не было проблем Сходить в магазин Ни разу Никогда Марта месяц Поздравляю С крещением тебя Теперь ты не первоход Теперь ты второход Да Я просто Понимаешь Растерялась Во всех этих Ой Как они там ФЗМЗ Единственное Я знаю Что Ну Я Я просто действую По Как это сказать По естественному Да Что Это зачем Это почему Это для чего Это кто сказал Это кто придумал Он стоит Со мной соглашается Головой Машет Да-да Да-да Я говорю Ну все Я говорю Вот ты сейчас На кого собрался Протокол составлять Он На физическое лицо Я говорю А я-то тут при чем Ты говорю Сейчас с кем разговариваешь Посмотри на меня Внимательно Потом я говорю Вообще Я как бы Самоидентификацию Отнесла Этому Участковому Как фамилия участковая Я говорю Согидулин Сейчас я ему позвоню Я говорю Подзвони ему Спроси Что в прошлом году Приходила к нему Женщина живая Приносила ему Более заявление свое Пусть он там Посмотрит И тебе прочитают То, что я ему написала Что я не играю В эти ваши игры Он В общем Не дозвонился Говорит Ладно Я узнаю Я говорю Вот и узнай Это самое Потом Что же Ну и в общем Вот в конце В общем Мы вот это вот С ним Ну то есть Позили Возили Темы Он значит Машет Вот так головой Вроде как Со мной соглашается Но все равно Продолжает свое Вот это вот Ну я объяснение Возьму Я говорю Так с меня Что ты будешь Брать Объяснение Какое ты хочешь С мне объяснение Что я не нашел Тряпочку на лице Или что ты хочешь Так меня услышать Я говорю Ну хорошо Я тебе поясняю Давай я говорю Пиши Подожди Подожди Я тебе поясняю Зачем вам объяснение Если ты даешь Объяснение То ты уже Признаешь факт В том что Данное событие Было и место быть Плюс Эта бумага Составляется Как основа Для протокола Плюс Эта бумага Составляется Как этот Вексель То есть Ценная бумага Доступ к твоему Родовому наследию Чтобы опекуны Которые Им этот документ Попадет Они со счета Обязаны списать Понятно И еще С персоной Содрать Конечно Ну в общем Мы с ним Вот это вот Разжевывали Рассусоливали В итоге Вот когда я тебе Позвонила По поводу того Что я уже Не могу записывать Не фотографировать Ничего делать У меня просто Нету Возможности Это делать Слушай Я тебе Я тебе Я вам Подожди Я вам еще Три года назад Говорил Ходите Везде С телефонами Заряженными Со свободной Памятью Ты что За три года Не усвоила Ну вот Я С двумя Телефонами Ходи Ну хочешь Ты с разряженным Ходи Ходи С разряженным Ну второй Ну второй Чтоб был Заряжен Второй Телефон Значит Надо Да Третий Заведи Ну в общем Я ему говорю Сейчас будем Снимать кино Я говорю У вас времени Много Остаточно Я говорю Мне не хочется Это голос Пропадает Подожди Голос пропадает Опять пропадает Да что такое Это Я уже ушла В уголок Чтоб меня никто Не слышал А ну вот Угол Наверное Гасит сигнал Это Я ему говорю Если У меня Говорю Вообще Времени Нету Сейчас На вас Тратить Я у меня Там ребенок Мне надо И у меня Вообще Плохое Самочувствие У тебя ребенок С собой был? Нет Я его оставила И пошла В магазин Ну То есть Он у меня Как бы С собой Но я его Оставила Присмотреть Ну ему Все равно Было Пофиг Он все равно Хотел Да Ему Стоит Да И он Как бы Вот так С головой Маш Я говорю Так Снимаем Масочку Чтобы вас Фотографировать Буду Составлять На вас Значит Обжаловать Ваши Все Действия Противозаконные Я говорю Еще А он мне Там Я вас Там Вознакомливаю Правилами Какой 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 Хорош Ходите Со Справочкой С оружием Будем Снимать Кино Вот И он Там Стоит Что-то Пишет Пока Маской Дышит Я Значит Набираю Телефон УВД 112 И в это Время Он мне Говорит Подождите Пока Не звоните Ну Че Ну Че Вы Так Сразу Давайте Похоро Ну Че Вы Ну Ё-моё Ну Не Ладно Че Вы Подождите Пока Не Звоните Я Ну Ладно Сбрасываю Ну Вы же Там Вот Уже Всем Позвонили Вот Уже Вот Уже Вы Всем Сказали Я Говорю Нет Так Вы Мне Что Предлагаете Он Пойдемте На улицу Увидим Я Говорю На улицу Ну Пойдем Он Мне Говорит Это Ну Давайте Я Вот Сейчас Вот Вы Удалите Там Все Вот Это Ну Что Там Вот Фотографировали Там Меня Чтобы Я Там Нигде Не Мелькал Ты Лицо Его Сфоткала Нет Я Говорю Батарея Села Я Фотопорад Не Фоткала Уже Ничего Я Хотела Очень У меня Уже Фотопорад Не Фотографировал Ты В следующий Раз Хоти Очень Телефон И Освободить Место Хорошо Я Свершившимся Уже Давай Расскажу Давай Ну И Все В общем Он Пойдем На улицу Выдет Давайте Удалить Я Говорю Ты Сначала Удаляй Все Что Ты Там Понаписал Он Уже Составил Объяснение Заполнил Да Объяснение Да А Подожди Он Персональные Данные Заполнил Да Я Ему Говорю Я Говорю Ты Будешь Составлять Именно Меня Ты Понимаешь Что Я Женщина Перед Собой А Будешь Составлять На Персону Он Так И Говорит Да Сейчас На Персону Персона Так Он Он Проговаривает Он Проговаривает Я Ему Сказала Сагедулину Позвони Он Кому-то Звонил Я Не Разговаривает Я Не Дозвонился Он Разговаривал Ясно Он Спрашивал Была Такая Женщина В прошлом Году Приходила Приносила Воле Извеление У кого-то Спрашивает Я Не Знаю Что Ему Ответили Он Говорит Я Потом Узнаю Я Говорю Что Вам Ответили На Конце Провода Он Говорит Сагедулина Я Не Дозвонился Но Я Потом Узнаю Ну Это Ясно Ясно Дальше Что Ты Ему Сказала На Улице Итог Разговора Вот Что Персону Ну Что Персона Такая Такая А Что Вы Написали Без Оборота Без Это Я Говорю Я За Персону Ответственности Не Несу Подожди Подожди Объяснения Уже Были Составлены Полностью Ты Там Расписалась Да Я Писала Вот Это Ц Бай Без Оборота А Стой А Ты Сфоткала Объяснение Не Помню Короче Посмотри Вот Плохо Что Ты Не Помнишь Это Самые Главные Моменты Ты Не Помнишь Посмотри Ты Говорила Что Ты Справку Его Сфоткала Пришли Мне Справку Пришли А Если Это Все Что Нафоткала Все Что Наснимала Так Я Удалила Что Удалила Мы Мы С Ним Он Я Говорю Ты Рви Я Удаляю Мы С Ним Стали И Вот Мы С Ним Разговариваем Ты Фамилию Запомнила Да Как Фамилия У меня Записано На Листочке С Фоткай Мне Вышли На Листочке Записала С Фоткай Мне Вышли Хорошо Он Я Его Спрашиваю Я Говорю Вы Понимаете Что Вы Как Должны Защищать Меня В первую Очередь Человека Женщину Ребенка И так Далее А Вы Чем Занимаетесь Чем Вы Сейчас Занимаетесь Кто Пострадал Кто Пострадал То Что Я Сейчас Ну Он Там Что Опять Какую-то Фигню Свою Заученную Рассказывает А Да Вот Это Тоже Важный Момент То Что Еще Там Надо Написать Что Ничьи Права Не Нарушил Пострадавшей Стороны Нет А Вот Ну Я Ему Вот Это На Слова Говорила Что Кто Пострадал Говорю Давай Веди Сюда Пострадавшего Кто Пострадал Вообще То Что Я Вообще Я Вообще Зашла Просто Я Даже Еще Ничего Не Успела Сделать Я Продавца Спросил У них Почему У них Нет Этих Индивидуальных Защит И они Никому Не Предоставляют Это По 417 Постановлению Поговорили С ним Я Говорю Там Написано Что Ну То Проговорили Мы Что СИЗ По ГОСТу Должны Быть Что Не Нельзя Вот Это Ну Ясно Ясно Ну Че Ты Это Конетелишь И Ну Дишь Давай Четко По Делаю Я Хочу Эту Аудирзапись Разместить Для Всех В Итоги Ну Я Он Говорит Или Я Говорю Я Не Помню Я Спросила Я Говорю Вы Почему Бездействуете Народу Что Не Помогать Он Говорит Пока Народ Не Будет Действовать Мы Что Можем Делать Пока Говорит Народ Не Будет Действовать Мы Ничего Делать Не Будем Ну Вот Вам И Отстронули Сразу Сразу Повылетало Из Головы Вообще Вот Если Честно Вылетает Сразу Все Из Головы Вот Я Тебе Точно Могу Сказать Уже Который Рад Я За Собой Замечаю Так Знаешь Как будто Я Так Все Знаю Все Знаю Знаю Как Действовать Как Только К этому Подходишь Все Ты Как Будто Б Вообще Ноль Ничего Не Знаю Ничего Не Обычно Не Работает Да А я Тут Вообще Ни При Чем Я Все Знаю Но Почему Не Знаю И Телефон Не Работает Как Так Получилось Еще Был Момент Он Там Спрашивает Она Говорит Тут Красная Паста Паста Пишет Я Предлагаю Типа Сине Она Говорит Это Моя Воля Я Так Хочу Я Повторю Да Я Так Хочу Я Хочу Писать Красная Паста Еще Я Не Знаю Что Ему Ответили На Той Тороне Трубки Но В итоге Он Как Был Мне Ничего Не Сказал Ну А Ты Вообще Сказала Я Хочу Без Протокола Без Объяснения Я Хочу Чтобы Вы Меня Отпустили И Забыли Про Меня Вообще Ну Вот Это Я Не Сказала Почему Да Вот Не Знаю Почему Забыла Как Звать Татьяне Забыла Персональные Данные Не Забыла Что Ребенок Дома Не Забыла А Все Остальное Забыла А Все Забыла Да Опять Мне Позвонить Не Забыла Мой Номер Телефона Не Забыла Да Я Звоню В том Плане Чтобы Снять Материал Отснять Самое Важное Что Сделать Материал Отснять А я Не Могу Это Сделать Поэтому Звоню Тебе Аль Я Не Могу Всем Одновременно Помогать Вот Он Правильно Сказал Вот Когда Народ Сам Начнет Действовать Да Он Так Сказал Ну Вот Он Тебе Про Это Говорил Пока Ты Сама Не Начнешь Видео Снимать Кино Сам Себе Режиссер Не Ну Я Конечно Если Дальше Продолжалось Это Все Я Б Естественно И Позвонила Сыну И Позвала Наташку Нашла Такие Моменты Чтобы Кто-то Пришел С телефона Если Мы Дальше Продолжали Например Тем более Это На Энергетиков Было Если Я Быстро Мгновенно Собрался И приехал У меня Минут Тридцать Как Минимум Ушло До Этого Времени Еще Надо Было Вызывать Этих Мы Еще Ничего Не Начали Вызывать Ну В общем Вы На улице Он Это Все Порвал При тебе Да Он Все Это Порвал При мне Надо Было Эти Обрывки Себе Забрать На Память А Он Выкинул При Мне Ну Надо Было Сказать Вот Давайте Мне Я Сама Выкину Ну А Номер Нагрудного Знака Ты Записала Номер Нагрудного Знака Я Записала На Бумажку Я Записала На Бумажку Его Фамилию И номер Нагрудного Знака Во Хоть Что Сделала Это У Меня Есть И Это С Моего Совета Это У Меня Есть Нет Значок Я Сразу Записала Ты Мне Не Не Ищи Давай Поговори Потом Найдешь Этот Ты Что Принимаешь Какое Решение Будешь Его Обысвечивать Или Нет Вообще Мы С ним Знаешь Как Поговорили Что Он Как Б Говорит Я Говорит Давай С тобой Как Человек С Человеком Разговаривать Да Молодец На Уровень Человеков Вышло Да Не Мусор Не Этот Нет Не Минотавр Не Бык Не Не Полицейский Нет Мы Когда Вышли С ним На Улицу Мы Начали С ним Разговаривать Просто Как Человека Во Я Говорю По Честности По Совести По Справедливости Я Говорю Мы Все С вами Понимаем Что Происходит Вокруг Он Говорит Да Но Мы Типа При Исполнении Я Говорю Так И Что Вам Прикажут Стрелять Что Начнете Ну Нет Конечно Ну Слава Богу Это Тебе Хороший Попался Более Со Совестью Из Башкирии Да Говоришь Да Я Говорю Ну Слава Богу Ну Ты Еще Немножко На Башкирку Похожи Так Отдаленно И Говор У тебя Тоже Кстати Около Башкирски Ну Вообще Я С Бурятии Ну Там Рядом Короче Это А Вот Другие Прямо Открыто Мне Говорили Да Будем Убивать Да И он Говорит Когда же Уже Это Сам Когда же Уже Это Все Закончится Как только Это Все Закончится Мы Наконец-то Начнем Свободно Вообще Жить Это Я Говорю Так а вы Что Для этого Делаете Потому Ничего Не можем Сделать Пока Народ Не Санет Сделать Ну Сделал 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 Сдел Я Говорю Ну Вообще Народ Действует Порвал Объяснение Сделал Хоть Что Да Я Говорю Ну Вот Сейчас Да Я Говорю Сейчас Мы С тобой Разговариваем Нормально По Человечески Я Говорю Ты Парень Хороший У тебя Дети Есть Он Говорит Нет Я Говорю Ну Я Желаю Чтобы Они У тебя Были И Чтоб Ты Там Защищал Я Буду Защищать Я Говорю Только Единственный Момент Это Не Зависит От Какого Начальника Это Зависит От Тебя От Твоей Души Твоей Совести Вот И Все Когда Каждый Человек Начнет Действовать От Души По Совести По Чести Да Вот Тогда У нас Все И Изменится Слушай Ну Я Был Такому Полицейскому Скажем Так Человеку В погонах У которого Почему-то Погоны Оказались Выше Плеч То есть Они У него Сначала Были На Уровне Пола А потом Они У него Поднялись Выше Плеч И Он Решил Не Трогать Тебя Потому Сам Понимаешь Что Все Это Противозаконно Я Был Такому Полицейскому Пожал Руку Мы Пожелали Друг Я Буду Руку Тяжать Ну Все равно Пожел Сказала Я Знаю Антона Он Тебе Руку Пожаловал Я Тебе Жму Руку От Его Имени Ну Мы Просто Вот Говорю Уже Постояли Просто Почеловечески Поговорили Пожелали Друг Другу Хорошего Дня И Жизни И Такие Знаешь Постояли Помечтали Какое У нас Светлое Будущее Нас Ждет Ага И он Пошел Дальше Искать Новые Жертвы Ну Я Уж Не Знаю Что Он Будет Дальше Делать Но Я Ему Посоветовала Жить По Совести И По Чести Как Только Каждый Будет Жить По Совести И По Чести И По По Ступать Соответственно Тогда Все Изменится И Когда Вы Будете Не Принуждать Людей А Заботиться О Них Вы Ж Стоите Оберегать То есть В комфорте Чтобы Мы Жили А Вы Как Занимаетесь Совершенно Другим Вот Когда Вы Поменяете В себе Эту Пирамидку Тогда Вот Все Изменится Ну Ясно Ясно Давай Завершать Разговор Ты Не Хочешь Свою Волю Изъявление Проявить Что Ты Хочешь В Будущем По Поводу Это Размещение Нет Я Хочу Чтобы Выходя Из У меня Телефон Был В каком Состоянии Заряженном С С Свободной Памятью Да Я хочу При следующей Встрече Помните Не только Про ребенка И про Антона Ой Да А Умеете Действовать Самостоятельно Без Подсказок Ну Так Это Я уже давно Говорю Но не всегда Получается Молодец Что Позвонила Нет Я его Поблагодарила Даже Я говорю Я вообще Тебе Благодарна За то Что Сейчас Такая ситуация Произошла Потому что Со мной Это Впервые И Я Сейчас Пытаюсь Быстренько Сообразить Что Мне Сделать Кстати Подожди Важный Момент Вчера Мне распечатали Тут Каноны Божественные Божественного Права И вот Здесь На последней Странице Прям Четко Расписано Что Такое Проклятие Что Такое Благодарство Читая Внимательно Смотри Про проклятие Самое Сильное Отрицательное Выражение Высказывания Веры Это Торжественное Проклятие Которое Когда Возвращается Обрекает Создателя Его Наследников И Дальше Так 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 О Поскольку Торжественное Проклятие Не может Быть Снято Оно Может Только Созреть Чтобы Вернуться И Создателю Или И Наследникам То есть Если Ты Вдруг Его Бы Прокляла При Всех Торжественных То есть При Всех То Либо Ты Б Пострадала Либо Твои Дети Наследники И Тут Прописано Обратное Штука Самое Сильное Положительное Высказывание Веры Это Безусловное Благословление Для Другого Которое При Возвращении Благословляет Создателя И Его Наследников То есть Если Ты Его Поблагодарила Торжественно При Всех То Тебе То же Самое Вернется Либо Твоим Наследникам Нет Я То Вообще Понимаешь Я У У меня То нет Злости Нет Я Не Злюсь На Них Я Тебе Интуитивно Все Понимал И Осознавал А Сейчас Я Это Прочитал В Канонах А Понятно Но Я Тоже Интуитивно Я Не Читала В Канонах А В Канонах Это Все Прописано Вот Я Сейчас Сижу И Изучаю Каноны Как Браздники Впереди Я Сейчас Печатные Варианты Сделал Буду Изучать Все Понятно Все Понятно Понятно Все Понятно Я Благодарна Я Благодарна Я Его Поблагодарила Что Говорю Как Хорошо А Вот Прям Я Сейчас Пою Вспоминаю Быстро Что мне Надо Делать Ну Что Ты Какое Решение Будешь Высвечивать Или Нет Да Мне Кажется Не Надо Не Надо Нет Если Он Ну Как Сказать Видишь Он Сразу Все Понял Мы Тем более Проговорили Все Хорошо Это Если Бы Пошло Дальше Кино Чтобы Мы Его Пропиарили А Он Прям Попросил Меня Пожалуйста Удалить Еще Ну Чтобы Я Там Нигде Не Мелькал А Вы Запомнили Мое Имя Отчество Конечно Запомню Вы Не будете Нигде Меня Писать Я Ему Пообещала Что Я Не Буду Ясно Ты Мне Скинь На Всякий Случай Всю Эту Информацию Если Вдруг Ты Через Месяц Через Два На тебя Протокол Пришел Именно По Этому Случаю Мы Все Это Случим И Все Это Поднимем Да Хорошо Добро Благодарю Тебя Благодарствую Давай Благодарствую Тебе Давай Пока Пока Продолжение следует Продолжение следует